Участники межрегиональной поисковой экспедиции «Битва за Кавказ-2019», которая на прошлой неделе стартовала в нашем районе, подвели итоги своей деятельности. За несколько дней поисковых работ были обнаружены останки двух неизвестных красноармейцев, а также установлено имя летчика, разбившегося в окрестностях станицы Варениковской. Репортаж с места раскопок продолжает наш выпуск новостей. Поисковики проводили работы на территории Славянского, Крымского и Темрюкского районов. Именно там, в далеком 43-м году, шли ожесточенные и кровопролитные бои по прорыву Голубой линии. За время оккупации фашисты создали мощный оборонительный район протяженностью более 100 километров. Почти 600 огневых сооружений, около 40 километров минных полей, 87 километров проволочных заграждений. Чтобы выбить хорошо укрепившихся фашистов, нашим солдатам приходилось сражаться за каждый метр земли. Освободительная операция заняла почти полгода. Цена свободы от фашистской оккупации – тысячи погибших советских солдат, многие из которых так и остались лежать в Кубанской земле, без имени и должных почестей. Имя каждого героя должно быть известно и записано в книгу человеческой памяти, а родственники имеют право знать, где могилы их родных. Именно эту важную работу по поиску неизвестных солдат и взяли на себя участники экспедиции «Битвы за Кавказ». Ни один солдат не потерял надежду на победу. Практически ни один солдат не дрогнул. И никогда не жалел ни своей жизни, ни своего здоровья ради выполнения своей главной, по сути, одной из главной, по сути, заповеди человека. Это защита близких людей, вечная память тем солдатам, кто остался в этой селье. В поисковых работах участвовали отряды из Славенска, Уфы, Тамбова, Севастополя, Республика Дыгея и Башкортостан. Территорию они обследовали с помощью металлоискателей и поисковых щупов. И практически на каждом метре приборы указывали на наличие военных артефактов. Гильзами и пулями здесь усыпана вся земля. В ходе работы были обнаружены останки двух неизвестных красноармейцев, а также лётчика, разбившегося в окрестностях станицы Варениковской. Был найден номер мотора, а к вечеру стало известно и имя героя. Им оказался сержант Иван Михайлович Крылов, 1922 года рождения, уроженец города Москвы. 21 августа 1942 года его штурмовик был сбит в бою, пилот совершил вынужденную посадку и вернулся в полк. Но уже через неделю, 28 августа, сержант Иван Крылов не вернулся с боевого задания на другом штурмовике Ил-2. Обломки его самолёта и сам пилот были обнаружены поисковиками. Останки найденных бойцов перезахоронят с подобающими им почестями. А родные, наконец, узнают, где покоятся их деды и прадеды. Анна Монастыренко, Павел Трифонов, программа «События».